Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Эту женщину знают практически все зрители, если смотрели хотя бы одну юмористическую программу. На сцене она всегда выглядит жизнерадостной и оптимистичной, но за кулисами ее жизни все происходило несколько по-другому, особенно на личном фронте. Надо сказать, что в СМИ регулярно появлялись и появляются выдуманные истории о том, что у Елены роман то с одним ее коллегой, то с другим, с кем только пресса не соединяла воробей. Но все эти слухи подтверждения не нашли. Однако браки у Елены все-таки были, она выходила замуж три раза. Правда первые два союза были фиктивными, а с третьим супругом юмористка прожила только 10 лет и развелась. По официальной версии причина развода в том, что у супругов так и не родились дети. Все эти перипетии происходили достаточно давно, и медики тогда не давали утешительных прогнозов артистке. Скорее готовили ее к мысли, что матерью она никогда не станет. Но в 36 лет, вопреки всем предсказаниям врачей, воробей родила дочь Софию. Елена никому так и не сказала, кто ее отец, хотя обмолвилась, что он умер некоторое время назад. Журналистам удалось докопаться, до имени и отчества таинственного бизнесмена. Его артистка называла Игорем Константиновичем, так сообщают СМИ. Поклонники долго гадали, почему у Елены и Игоря не сложилась семейная история и пришли к выводу, что просто мужчина был тогда женат, так сообщают СМИ. Однако он помог Елене и дочке решить квартирный вопрос, купив им жилье в Москве. София носит настоящую фамилию матери, Либенбаум. Ведь воробей это сценический псевдоним. Сейчас девушке уже 17 лет и она оканчивает частную школу. С возрастом она все больше походит внешне на свою маму, вместе с которой часто бывает на различных мероприятиях. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!